всем привет что нам выдают на сентябрь 2021 года давайте посмотрим первым это level design toolkit это у нас какая-то вещь которая честно говоря не разобрался это в общем инструмент для дизайнера уровней и так далее да то есть выделение перемещения что-то зашел добавил проекту но особо не внедрялся возможно и нужно кидайте можете посмотреть если что если вы пользовались им либо будете пользоваться напишите пожалуйста второе это у нас close combat аниме сет это тоже очень классная вещь для ближнего боя здесь выдаются анимации в размере так скажем если я не ошибаюсь 40 с чем-то штук может быть ошибаюсь здесь что-то не написано особо но это мы можем посмотреть давайте запустим посмотрим так это мы посмотрим позже давайте запустим анимсет смотрите это кстати вот это прикольно анимация такие пачки это виде коровы или как он называется рога падение полет какие-то удары влево вправо движения ускорение бега типа стремительная атака и поинты там по при попадании подкаты тоже принципе шикарно смотрится задняя часть это у нас последняя это у нас удары ногой сверху снизу рукой сверху снизу отбивание ногой кстати можно использовать для каких-нибудь целей выбить дверь ведь у меня даже ударю вот этот удар прям был фильме он к банк первой части так что здесь есть еще но обычные бойцовские штука класса прям челюсть но есть анимации которые очень резкие возможно их придется замедлять или еще что-то прикольненько это раскаты и мы полетели следующее так давайте посмотрим следующее это у нас процедуру спал спайн волос систем здесь у нас процедурная система стенок кстати очень хорошие вещи немножко по бегал по ней посмотрим давайте запустим ее но надо разбираться там очень много получается таких штуковин вот допустим даже с этой определенной стенкой только у нее тут различные положения возвышенность так далее здесь сглаживание столбов замена внешнего вида но это так уж да то есть своеобразненько но принципе ничего прикольно здесь диаметры короче если вот так покрутить тут очень много всего также я заметил что здесь можно сделать двери определенного вида там определенного размера добавлять если необходимо какие-то где-то но своеобразненько менять положение текстур и и всякого другого но принципе ведь старение очень шикарненько можно заморочиться и так же все это выставляется получается еще спайна то есть если допустим я этот спайн хочу продолжить пожалуйста то есть вы можете много что наделать давайте попробуем какую-нибудь стеночку добавить вот допустим дверку сюда поставил пожалуйста то есть здесь отсчитывается 5 до 1 2 3 4 5 получается с единицы почему-то отсчитывается я не знаю видимо так в общем шестая ячейка 5 с этой ставится значение но тут куча всякого сдвиги какие-то цветовые корректировки тоже в принципе приемлемо если кто-то хочет делать лабиринты можно и вот из такой штуки понастроить лабиринтов себе кто-то хочет делать какие-то туннели пожалуйста можно сделать туннель различного вида башни тоже кстати можно поковыряться в этой башне поставить дверку добавить так это у нас кстати почему-то видимо она вытянутая и скорее всего дверька не совсем естественная будет но здесь возможно надо ковыряться уже с а да да смотрите по z слишком высокая но ничего тут уж побаловаться можно наложить получается один на другой и так далее в общем прикольно вот это я бы сразу закинул давайте побегаем по магазину посмотрим что здесь для лабиринтов самое то да куда бежать кстати вот определенные цвета стенок можно выставлять туда куда необходимо видите там какие-то цвета можете свои цвета добавлять дальше я конечно не юзал но в принципе интересно давайте следующий посмотрим это у нас old brick house на это у нас старенький дом старый кирпичный дом даже тоже вещь прикольная но своеобразная для какого-то хоррора можно в принципе использовать давайте тоже посмотрим так это у нас он брик house мэп давайте сразу ночную сцену включим так ночная сцена вы вылетим на улицу где она у нас улица допустим твой возле дома такое это почтовая штучка туман добавили шикарненько вот ночью он прям выглядит хорошо до нем как-то не очень кстати здесь не учли то что персонаж должен подниматься но я предполагаю этот дом из какой-то игры потому что здесь есть переключатели точнее включать или выключать или освещение но они к сожалению не работают код убрали кроме дверей здесь ничего не стоит но модельки можно использовать такой дом какой-то и видимо американский старый американский стиль это у нас да это у нас backyard как называемый да тут это еще у нас кладовочка да это кладовка кухонная давайте пройдем зал включен телевизор пойдем наверх сходим на второй этаж здесь у нас ванна какая-то неестественная но возможно да персонаж наверно должен быть побольше так это у нас газовая а почему она в ванной находится непонятно здесь у нас спальня но принципе очень все шикарненько что написано это что-то из библии самом 3 стих 4 если я не ошибаюсь так что у нас здесь посмотрите свет включается но оптимизация оптимизация кстати задел люстру посмотрите зеркало ну почти почти хорошо сделано игральные кости это что у нас покер видимо что-то подобное но вот такая вот штуковина ничего это мы ночную посмотрели давайте посмотрим дневную снаружи только лишь изменения внутри ничего такого же все то же самое как в дневном освещении поставленный свет правильно и все отлично также у нас сетябрь богат дополнительными кроме того что я вам сейчас показал это а ну вот еще последний кстати я забыл показать это дом алхимика такой стилизованный стиль прикольненький прикольненький интересненький если кто-то делает в этом стиле ему зайдет очень шикарно как-то это из темноты мы появляемся вот такие вот элементики очень много я понимаю делали в зибраше почти каждый элемент вставляли куча различных комнат ну возможно мэши повторяются но здесь уже персонажем надо поменьше быть либо дом как-то шире делать и здесь вот такая вот башня на которой тоже еле-еле как забраться не забирается по ступенькам еще бы здесь двери наружу сделали бы было бы шикарно в общем вот такая вот штука как я и сказал сентябрь у нас богат дополнительными плюшками это все будет в описании вы там увидите это у нас gs attach editor честно говоря я не сам понял для чего он ability system атрибутов игрового эффекта и так далее но если вам необходимо прочитайте разберетесь заберете adventure character очень хорошая вещь для если вы делаете uncharted только свой здесь человек имеет амундирование так скажем разобранный все можно поменять что необходимо почти похож на uncharted но в общем пройдем дальше это у нас mixed reality tool kit hat это у нас что центр инструментов смешанной реальности это смешанная реальность это очень хорошая вещь но я предполагаю что мало кто ей пользоваться это допустим для телефонов делается с камеры вы вокруг себя ходите там и в определенном месте вы можете какой-то 3d модель поставить и как будто бы она в реале так это у нас следующее и расширенное восприятие подключается на ботов и perception с настройкой не знаю как в общем видимо она чуть легче но это надо тестировать смотреть три отзыва есть положительные возможно она реально удобно lab streaming layer plugin это интеграция системы в unreal позволяющие читать и записывать данные из любой сети lsl я честно говоря не знаю что это за сеть это лабораторно-потоковая передача как написано вот здесь но предполагаю что это мало кому нужно но вероятно но честно говоря я забрал давайте посмотрим дальше что интересненького так производственный тест это это такая демонстрационная сцена ее я не подключал но хотел конечно посмотреть побегать для интереса а да это кстати прикольная вещь надо да но к сожалению у нас такой аппаратуры нет если вы видели некоторые ролики производители так скажем эпик это они там снимали мотоцикл на зеленом фоне и вокруг как будто бы скалы и камни и так далее да там какая-то пустыня типа и вот это тоже самое если вы хотите допустим вот сюда встать постоять вокруг вас какие-то сокровища будет но скорее всего невозможно svg tools это у нас преобразует svg файл короче триангулирует в mesh возможно тоже что-то интересно это какие-то изображения svg если я не ошибаюсь это векторная графика и соответственно если у вас в векторной графике есть какие-то изображения вы можете их плоские 3d модельки сделать qr-код это вы сами понимаете генератор да тут ничего интереснее никого нету но для мобильной какой-то допустим для мобильной игры вы можете сделать отдельную какой-то виджет поставить туда в данный скриншот qr и человек если там сделать скриншот данного виджета то допустим перейдет на какую-то страницу ну тоже для такого либо в какой-то игре персонаж находит qr-код фотографирует человек переходит а там бонус и так далее вот как парочку идей я вам дал теперь что у нас еще low poly core шутер честно говоря низкополигональные это ядро я бы не брал потому что почему включает основы для low poly шутер пак то есть необходим low poly шутер пак а low poly шутер пак стоит денег если я не ошибаюсь а я не ошибаюсь да он стоит 7000 рублей то есть ядро то вы возьмете а ту основу для чего он был сделан то есть как бы вы не сможете взять так это у нас понимаю погодная система да здесь у нас дождь снег какие-то заморозки ну и что-то видимо куча цикл день-ночь кстати да случайный гром дождь снег воды лед хорошая вещь обязательно возьму в принципе я все взял так фэрбейс аналик аналитис ну короче анализация персонажа и так далее запись его куда-то представляет различные методы регистрации действий пользователя допустим вы хотите что-то зарегистрирован так скажем какие-то действия записать у персонажа там допустим он собрал восемнадцать тысяч монет и так далее записывайте образно формируете какую-то таблицу и так далее в общем штука скорее всего необходимая MyVR i3D для очков VR она распознает получается движение кстати очень хорошая вещь как-то играл двухтысячных одну игру которая такие жесты воспринимала и получается при воссоздании этого жеста выполняла какие-то функции я попробую как-нибудь полазить в этом возможно что-то получится в общем посмотрим так это у нас аутентификация ну то есть проверка подлинности да Firebase ну кстати вот две штуки да у нас есть уже это подключение регистрация доступно в следующих сервисах я обычно это Apple Facebook Google Microsoft и Twitter кстати можно делать какие-то аутентификации допустим по Google то есть есть какие-то штуки общедоступные да то есть по Microsoft по Google по Facebook и подключаться к игре то есть если человек он же не будет каждый раз допустим свой Facebook там регистрировать хотя есть такие люди Wind Welker это у нас та девушка которая использовалась получается в продвижении Unreal 5 очень ужасно зачем они переделывали ей глаза это просто отвратительно но в принципе можете ее взять возможно что-то интересненькое есть да кстати она доступна с 4.27 ну возможно и в пятой она будет доступна так это у нас процедура Building Generator генерируемые здания возможно очень хорошо нам поможет сгенерировать различные виды зданий надо надо будет как-нибудь попробовать вещь возможно прикольненько да обязательно так смотрим что у нас следующее это расширенный текст в общем это из два текста шрифтов он преобразует в 3d если я не ошибаюсь хотя нет это не в 3d преобразуется в общем в общем это какая-то штука я пока не понимаю что но надо будет запустить и посмотреть а вот это кстати в 3d и преобразует это у нас text tools текстовый инструмент 3d текст из шрифтов ttf и otf а у нас предыдущий был тоже самое из ttf и otf если что шрифтов куча можно использовать эти виджеты точнее это даже инструменты но честно говоря это я предполагаю все-таки в виджетах используется смотрите-ка да здесь всякого рода есть дополнение да добавляется и виджеты и получается вектор но и добавляется и либо это mesh давайте посмотрим нет это текстовый эктор какой-то видимо свой но здесь 3d модели кстати прикольно для менюшки как-то использовать если вы не хотите там в каких-то 3d редакторах создавать текст трехмерный у которого много полигонов будет кстати здесь возможно тоже немало ну надо смотреть так это particle path путь частицы да тоже текстовая какая-то штуковина а это у нас помещает в общем получается в векторную графику какие-то виджет так скажем 10 как он называется дальше запоминать все не могу партикулы частицы ё-моё да в общем помещается в текст хотите какие-то бабочки или это что это это в общем огненные перья какие-то это такие искорки интересненькие пикселя ну ничего в принципе можно посмотреть тоже интересненько так да партиковые частицы очень интересны но тоже сложны но есть какие-то баги смотрите или что это вот здесь точки в определенных местах здесь какие-то линии точки куча куча нивансов надо смотреть в общем друзья вот мы посмотрели здесь почти двадцать с чем-то штук все бесплатные забирайте пока есть очень в принципе интересненько все ссылки в описании на этом все спасибо друзья всем пока